В Твери утром в среду сотрудники ГИБДД на дорогах города в рамках рейда «Тонировка» ловили автомобили с затонированными стеклами. В поле зрения инспекторов попали 13 нарушителей. Для чего автовладельцы отгораживаются темной пленкой от внешнего мира? И что им грозит за это, выяснил наш корреспондент. Светопроницаемость передних стекол не должна быть меньше 70, а лобовой всех 75%. Но не все автовладельцы понимают и принимают этот регламент. Этот молодой человек, на что называется глухотонированной иномарке, был замечен инспекторами издалека. Темные стекла при свете дня бросаются в глаза. Просто мне так комфортно. А как вы думаете, есть от нее польза? Ну, есть. Ну, то, что тебя в потоке видно, например, не видно. В итоге инспекторы выдали предписание устранить нарушение. На месте пришлось отдирать пленку, которая, между прочим, стоит денег. По словам молодого человека, тонировка ему обошлась в полторы тысячи рублей. На свободу с чистым стеклом и совестью отправился еще один автовладелец. Ситуация аналогичная. Черные тонированные стекла, за которыми сложно разглядеть даже силуэт сидящего. С какой целью делали? Я не буду точен, просто спасибо. Инспектор говорит, что передвигаться в глухо затонированном автомобиле не только некомфортно, но и опасно. Особенно в темное время суток через темное стекло есть риск не разглядеть движущийся автомобиль, препятствия или пешехода. Потому такое нарушение следует устранять немедленно. Штраф за темные стекла на сегодняшний день 500 рублей.